Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале МС Гринхаус. И сегодня мы с вами будем говорить... Нет, не о лишайниках, как вы могли бы подумать, а об атмосферной Тилансии капут медузы. Для съемок Тилансия специально выехала далеко за город, и в качестве достойного фона мы выбрали этот живописный ствол соснового дерева. Для начала немного истории. Данный вид был обнаружен в 1880 году и описан английским ученым-ботаником Чарльзом Джеквусом Эдуардом Мороном, специализировавшимся на изучении бромелей. Название растение получило из-за своего сходства с головой героини мифов Древней Греции медузы горгоны или с осьминогом. Таксономически Тилансия капут медуза относится к семейству бромелиевых, подсемейству Тилансиевых, роду Тилансии. Родиной Тилансии капут медуза являются страны Центральной Америки и Мексика, где растение произрастает эпифитно на стволах деревьев. Листья Тилансии в количестве от 5 до 12 вырастают в длину до 25 см. Плотные, зеленые, покрыты густым слоем мельчайших чешуек или тряхом, с помощью которых растение способно впитывать влагу прямо из воздуха. Примечательной особенностью листьев является то, что они способны менять свою конфигурацию в зависимости от уровня окружающей влажности. Если воздух сухой, листья скручиваются в тугие завитки, а после полива и при содержании растения в условиях, где влажность поддерживается в пределах 70-80%, листья расправляются. Розетка воронковидной формы имеет уплощенное основание или донце, и при содержании растения в условиях, подходящих ему, Тилансия может дать корни. Считается, что их роль в питании растений весьма условна, и нужны они только для закрепления на облюбованной поверхности, то есть выполняют лишь опорную функцию. Цветонос появляется из основания розетки, прямой, тонкий, соцветия двурядный колос или состоит из нескольких аналогичных пальчато раздвинутых колосков. Кроющие листья подобны верхним листьям цветоноса. Колоски достигают в длину 16-17 см, до 2 см в ширину, уплощенные. Прицветники до 3 см длиной, до 1,5 см шириной, прямостоячие, овальные, заостренные, кожистые. Цветки сидячие, до 5 см в длину. Чашелистики у основания сросшиеся, заостренные, кожистые. Лепестки свободные, прямые, около 5 см в длину. Доли отгиба овальные, суживаются к верхушке, притуплены. Обычно фиолетовые окраски. Плод, коробочка. Раскрывшийся цветок сохраняет свою свежесть в течение суток, но каждый из них появляется последовательно, по одному. Таким образом, период цветения тилансии капут медуза может продлиться до нескольких недель. После цветения и завязывания плодов в пазухах листьев появляются дочерние побеги, а материнское растение постепенно отмирает. Теперь поговорим о содержании. Размещать эти растения можно по-разному. На подвесах, блоках, корягах, в композициях. Сейчас модно размещать тилансии в панцирях морских ежей. Свой экземпляр я держу на блоке из сосновой коры. Режим содержания от теплого до умеренного. Диапазон температур колеблется от плюс 16 до плюс 30 градусов по Цельсию. Растение предпочитает находиться под ярким, но рассеянным светом. Хорошо развивается и растет при полностью искусственном освещении. Поливать тилансию в летний жаркий период следует от двух раз в неделю или чаще, исходя из ваших условий содержания растения, в частности общей влажности воздуха и температурного режима. Зимой достаточно поливать растения один раз в неделю. Самое главное – не переувлажнять растения, иначе могут развиться различного рода грибковые заболевания и гнили. Важно обеспечить хорошее движение воздуха. Удобрять растения можно один-два раза в месяц путем опрыскивания по листу раствором подкормки. Предпочтительнее использовать органические удобрения. На этом я завершаю свой рассказ о тилансия капот медузы. Надеюсь, информация оказалась полезной. Огромное спасибо за внимание и до скорых встреч!